Бобруйский рынок пользуется спросом как у покупателей, так и у предпринимателей. Об этом говорят цифры. Заполняемость – 72%. И это не предел. Стабильно здесь работают свыше полутысячи человек. За последнее время случаев расторжения договора аренды не было. Даже заявлений на отпуск. Заметно, что и с ассортиментом проблем нет. Большой выбор как детских, так и взрослых товаров, особенно на зиму. Тут же павильоны с фруктами и овощами. 500 работают предпринимателей, 42 человека физических лиц, торгующих с верхозпродукцией, и 27 юрлиц, работающих на рынке. Обстановка спокойная, рабочая, никакой паники. Все работает в штатном режиме. Всего в городе 5 рынков и 35 торговых центров. Полки заполнены. В действие вступила новая система регулирования стоимости, которая затрагивает 90% продукции. Введены предельные надбавки для импортеров и внутренней торговли от 15 до 60%. Повышение отпускных цен допустимо только по согласованию с госорганами. Исключение – алкоголь, табак, лекарства и топливо. Потребительская корзина в месяц для семьи из четырех человек в среднем обойдется в 738 рублей. Впервые за долгое время без учета сезонности подешевели овощи. Остановлен рост цен на крупы. И это при том, что некоторые оппозиции за год подорожали на десятки процентов. Президент поставил задачу вернуться в 2023 к однозначным величинам инфляции – не более 7-8%. На прилавках должны быть товары надлежащего качества в широком ассортименте и по справедливой стоимости. Более того, продукция больше не делится на социально значимую и незначимую. Чтобы представители бизнеса могли задать вопросы по ценовой политике, Март создал онлайн-анкету. Заполняемость центра практически на 100%. Несколько осталось у нас павильонов, на которые тоже уже есть расчет. Ассортимент товаров очень разнообразный. Это начиная от продуктов питания до строительных материалов. Количество арендаторов на сегодняшний день более 40. Еще планируется заезд двух арендаторов на этой и на следующей неделе. Кстати, теперь стоимость на части кур и цыплят-бройлеров тоже формируется по-новому. Две полутушки передней и задней четвертинки не должны превышать сумму целой птицы. На филе тоже действуют ограничения. Максимальная оптовая надбавка и наценка в рознице – 15%. Ассортимент и хлеба, и молочных изделий, и колбасных, и мясных всегда очень большой. Когда с ребенком приходишь, достаточный выбор. Для ребенка молочной продукции, фрукты. Устраивает все. Очередей особо нет. Продукты есть. Хватает всего. Вполне все устраивает. Порядок, чистота и ассортимент, главное, радует. Позиция работников сферы торговли – не сбавлять оборотов. Новая система регулирования стоимости уже помогает. Главный посыл изменений – равные условия для всех представителей ритейла, искоренение посредничества и доступные цены.